Так-так-так, где тут лучший клан киберспорта? Опа-на! Здарова! И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. И сегодня настало время рассказать о лучшей команде киберспорта. Не сказать, что накипело, не сказать, что у меня горит, или я безумно рад, что данная команда наконец-таки получила по своим заслугам. Но сегодня мы расскажем про Вавилонов, расскажем всё то, что вы могли и не знать. Может, кто-то всё это, конечно же, отлично знает, и для вас данная информация не станет новой. Но всё же я думаю, что многим интересно было бы вообще послушать про Вавилонов. Да, безусловно, про данную команду сегодня пойдёт речь. Начну я, конечно же, с братишки Ливана, он же Фейс, он же Legend of Bars, Доллс, Оуфа, Номад, ну и, наконец, My Life, My Rules. Вы подумали, что я назвал состав команды Вавилонов? Нет. Я всего лишь назвал одного игрока, который сумел поиграть за один клан при своём отстранении в киберспорте с шести аккаунтов. Вы просто вдумайтесь, с шести аккаунтов, да, он отстранился, но ему было пофиг на всё, он делал то, что он хотел. И когда-то это должно было настать, когда-то его должны были за это наказать. Да, я понимаю, что сейчас всё можно делать, по сути, у нас в киберспорте, если бы эта бы вся ситуация происходила бы годы так 3-4 назад, когда был совсем другой киберспорт, когда совсем другие люди стояли у руля, я думаю, что, ну, он бы не продержался бы даже полгода, там бы всё быстро закрыли, замяли, и даже бы все те ребята, которые были бы с ними, с ним именно-таки в одной команде, получили бы по заслугам, и не было бы такого-то, что там условно, я не знал, это серьёзно он, получили бы все. И без разницы, кто ты, просто игрок, состав, там, я не знаю, замена банка, без разницы, ты есть в составе, ты знаешь, что за тебя играет игрок, который не имеет права играть, и ты должен получать по заслугам. Не знаю, чем закончится вся эта ситуация, если кто не понял, Вавилонов больше нет, нет больше этой команды, нету тех самых нагибаторов, да, серьёзно, они нагибаторы, серьёзно, там есть скилловые ребята, там есть лучшие плеймейкеры, лучшие атакеры, тот же Форс, дуэлянты, которые могут всё, но не умеют одного, это играть честно. Я не понимаю, зачем, зачем было заниматься вообще всей этой ерундой, зачем было сначала прикидываться, что братан играет со второго аккаунта, и мы катаем два турика одновременно, а потом, пацаны, вы видели, как я отруливал на шафте? Зачем было это делать? Зачем делать эту показуху? Потом вообще вовсе говорить, что я давно не играю в киберспорт, потом писать, что это я. Ну, какие-то глупые движения, тебе не кажется, Ливан? Ну, я уверен 100%, что ты посмотришь этот ролик, но зачем было заниматься такой хренью? Объясни мне, пожалуйста. Зачем было заниматься ддосом? Зачем было использовать какие-то такие, ну, какие-то простые какие-то движения, которые вообще были лишними? Ну, серьёзно, лишними. Вы команда, которая умела играть. Это не нубы, которые не умеют ничего, но почему всегда всё сводилось к тому, что ты не можешь выиграть честно? Почему надо ддосить? Почему надо пытаться кого-то обмануть? Сделать так, чтобы не выиграть честно, а выиграть за счёт каких-то привилегий, каких-то возможностей дополнительных? Ведь вроде есть всё. Есть руки, но нет чёткого понимания, что можно чётко и честно выиграть. Я никогда этого не понимал, ну и сегодня настало время это всё дело, конечно же, рассказать. Я думаю, что сегодня можно было бы рассказать про всех игроков данного коллектива. Сейчас я уже, в принципе, упомянул того же Форса, который на себя взял в последнюю очередь такую, наверное, самую грубую ответственность. Он забрал капитанку ссыкливого Андрея Ермоленко, который зассал в тот момент, когда Ливан захотел войти в очередной раз в клан. Но он зассал, он просто слился, и в итоге тот Форс, который, по сути, ну, я не знаю, как его можно назвать, отважным героем, либо же человеком, который забил на всё и опять же взял того же Фейса в свой состав, ну и наконец-таки получил, получил то, что должен был получить вообще в общем и целом. Но я серьёзно, в какой-то степени даже расстроен. Я потерял принципиального противника, я потерял тех ребят, против которых мне было интересно играть, против которых мы сыграли очень много дерби, все турниры, по сути, которые были связаны с хардовыми форматами, те же Тофы. Все заканчивались гранд-финалом Вавилоны против Тимпоинтерс, против того же Синерджи, а сейчас его нет. Нет у того коллектива, который, хоть и играл нечестно, но был реально сильным, реально сильным, достойным противником, и всё свелось к тому, что так просто глупо распрощались со всем. Возможно, через время у нас появится опять в игре The Chance Nr. 2, все эти ребята, которые получат свою блокировку, либо же уже получили её, смогут вернуться обратно, смогут опять играть, и у них всё будет в этом плане нормально, я не знаю, куда будет двигаться наш киберспорт, но то, что сейчас уже минус одна команда, которая не умела играть, честно, получила по своим, ну, мягко говоря, местам, я не знаю, как назвать это, я не рад, ну, серьёзно, я не рад, вот, если кто-то думает, что, блин, я рад то, что Вавики отлетели, и теперь всё будет на изи катке, и будет изи типа турниры, да мне пофиг, серьёзно, ребят, ну, у меня нет такого азарта, у меня нет такого, какого-то, не знаю, чувства, то, что, блин, минус одна команда, которая раньше всегда играла с нами в гранд-финалах, а теперь её просто нет, и это значит, что мы изи будем выигрывать турниры. Глубоко насрать на всё это дело, в первую очередь для меня. Это был принципиальный противник, против которого, возможно, именно-таки против которого, я любил играть все эти турниры, и я всегда ждал этого сражения, я всегда ждал этого боя, и у меня была агрессия в последнее время только на данный коллектив. Ну, если не считать синерджи, с которыми мы там чуть-чуть разошлись на предыдущем межклановом чемпионате, ну, явно сегодня не об этом. Если говорить про тот весь ДДОС, который происходил, я не знаю, имеет ли это смысл быть вообще про всё это дело рассказывать. Эти ребята обломали много чего, и в конечном итоге, даже в том же межклановом чемпионате номер 9, когда мы в Этерните, играя данный турнир, выбили их в полуфинале, если не ошибаюсь, нижней сетке, оставили их за бортом, и когда они нам просто принципиально не дали забрать тот самый чемпион уже в межклановом чемпионате номер 9, но это было как-то очень низко. Я даже не буду говорить сейчас про те ТОФы, ДТ, самые первые, когда всё это только-только-только начиналось. Зачем всё это было делать? Зачем было делать такую хрень? И в итоге безнаказанно думать, что тебе никогда ничего не будет. Ты думал, что всегда тебе сойдёт что-то с рук? Ты думал, что все глупые, что ты самый умный? Что всё тебе можно делать, а другим нельзя, в общем, ничего? Даже говорить то, что ты играешь там, или что ты думаешь вообще по этому поводу? Я не знаю, я не знаю, что ты вообще задумывал, и какими мыслями ты вообще аргументировал свои движения, но мы имеем то, что имеем, мы теряем лучшую команду, лучшую команду, которой больше нет. Да, это Вавилон, да, это крутые игроки, но это конец. Это конец эры нагибаторов, даже я бы так сказал. Я не собираюсь тут восхвалять данный коллектив. Да, они накосипорили дофига и больше, но эта команда одна из немногих, которая умела играть. Но не умела играть, честно. Были руки, но не было справедливости. Я не знаю, что еще добавить. Если у вас какие-то имеются вопросы по данному коллективу, либо кто-то не в курсе вообще о всех этих событиях, которые произошли, я безусловно оставлю ссылочку в описании на именно таки форум, где данные ребята, ну, пока что у нас только двое получили по заслугам, можно так и сказать. Я не знаю, когда выйдет данный ролик, возможно уже кто-то еще отлетит за все эти движения, которые произошли вокруг данного коллектива. С вами был мистер Ванька, играйте честно. Не будьте как Вавилон, не будьте как Фейс. Когда-то это должно было закончиться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok